Всем привет! Я иду сегодня в библиотеку, подняю с собой книжки и мне нужно их отдать. Дети всегда берут очень много книг и нужно их отдавать в определенное время, можно онлайн или в библиотеке их продлять. А я должна их сейчас отдать, потому что время уже закончилось, поэтому я сейчас еду в библиотеку, сначала на Эспоне, потом на Уване, то есть сначала электричка, потом метро, там одна станция всего, две станции. Я вам покажу, как там все работает, как вернуть книжки, как можно взять новые и вообще библиотеку покажу. А тетка забудет. Субтитры сделал DimaTorzok Мюнхенская Мюнхенская городская библиотека При входе справа Рюгавы это сдача книг. Все очень просто. Берем книгу, когда индикатор в автомате горит зеленым, Ложим книгу на ленту, ждем, когда снова загорится зеленый и ложим другую книгу на ленту. Сверху на экране написано, какие книжки вы только что сдали. На корешках книг есть наклейки с обозначением отделов и шифром. Мюнхенская городская библиотека У меня есть еще две карточки абонемента, которые нужны только, чтобы брать книги. Для того, чтобы вернуть книги, они вам не понадобятся. Нажимаем или Bandon, это закончить, или Ruegabe quitting, это закончить, плюс чек о возврате книги. И получаем чек. Там указаны все книги, которые мы сейчас вернули. В библиотеке есть как книги, так же и музыка, аудиокниги, фильмы, мультфильмы и видеоигры. В торце каждой книжной полки есть обозначение. Книги разделены по разделам и тематикам. Двор-колодец в центре библиотеки выглядит привлекательно, но там сейчас очень жарко, поэтому пусто. Этот двор-колодец называется читательский двор. В каждой библиотеке есть место для занятий, так же компьютеры и доступ в интернет. В детском отделе можно арендовать рюкзаки для того, чтобы дети могли отнести книги домой. Огромное количество настольных игр можно взять на дом. Т.Горелова Я могла бы вам показать, какую книгу я взяла в Центральной библиотеке. Эта Центральная библиотека называется Гастайк. Автор книги Джон Ирвинг, книга называется Отель Нью-Хемпшир. В Гастайке очень много книг на русском языке, там огромный отдел иностранной литературы, также на польском, сербском и так далее. И, конечно же, большую часть книг на русском это Донцова, Маринина и прочие детективные романы. Также большая часть русской и иностранной литературы, современной и классики. Самое главное, что абонемент во все библиотеки в сети библиотек Мюхена можно получить за 20 евро в год. Книги, находясь в библиотеке, можно читать бесплатно, но если вы хотите взять книги домой, то тогда нужно иметь абонемент. Если вы хотите продлить книгу, то можно воспользоваться автоматами, с помощью которых вы эти книги берете, или в интернете на замечательном сайте этих библиотек. На данный момент я пользуюсь абонементом детей, моей Гаст семьи, но когда мой ОПР год закончится, то я обязательно заведу себе еще такой же самый абонемент. Самое главное, что на абонемент 12-летнего ребенка можно брать любые книги из взрослого отдела. Я брала, например, «Игру престолов», и никто не имел ничего против. Я привезла с собой очень много книг на русском и украинском из Украины, но когда есть возможность пользоваться библиотекой и читать те книги, которые я покупать не собираюсь, я хочу просто прочитать один раз, то я считаю, что грехов тем не пользоваться. Поэтому я откладываю привезенное на потом. Дизайн библиотеки очень располагает к чтению и мотивирует к занятиям в этом помещении. Там царит очень спокойная атмосфера, поэтому многие приходят туда заниматься и готовятся к экзамену по-немецкому, например. Та библиотека, в которой я находилась, когда снимала вам видео, это библиотека микрорайона Гизинг, на котором я сейчас нахожусь, в котором я живу сейчас. И эта библиотека вот недавно отремонтирована, поэтому здесь очень модерный дизайн. Если вас интересуют, какие книги я еще брала, то я брала до этого книгу Стэна Надольного. Это известный немецкий писатель, и самая его известная книга, это бестселлер, который называется «Открытие медлительности». Его многие немцы знают, многие немцы читали, хотя он не очень популярен в России и Украине. Но я вот эту книжку брала на русском, и она мне очень понравилась. Так как я поклонница Селлинджера, то она действительно очень напомнила мне над пропастью воржи. Если вам тоже нравится эта книга, то обязательно прочитайте «Открытие медлительности». Также я брала в библиотеке книгу на русском Умберто Эко «Пранжевское кладбище», но мне Умберто Эко сколько раз я не пробовала его почитать, но что-то никак он мне не идет, поэтому я его просто отдала обратно. Напишите мне в комментариях, читаете ли вы книги, и что именно вы читаете. Является ли вас важным, находится ли рядом с вами библиотека, или в вашем городе, куда вы едете, как ОПР, будет ли там находиться библиотека. Я не думаю, что кто-то спрашивает у своей гостеми, когда едет, но все равно, почему вы не поговорите об этом, как блогер с читателями или со зрителями. В следующем видео я расскажу вам о детском садике, немного покажу, как это все выглядит, и расскажу вам о том, как можно отводить и забирать детей, и немного о особенностях детского садика. До свидания, увидимся в следующем видео.